Смотрите сегодня в программе Центр притяжения. Сильный производственник, талантливый руководитель, вдохновляющий лидер. 5 июня на предприятиях «Металлоинвеста» вспоминали Андрея Варичева, который стоял у истоков компании и долгие годы успешно ей руководил. На Михайловском ГОКе в управлении комбината организовали галерею его фотографий. На них видно, насколько Андрей Владимирович любил жизнь и ценил людей, с которыми его сводила судьба. Про таких говорят, что это душа компании. Здесь и в буквальном, и в переносном смысле. Если Андрей Владимирович появлялся в кабинете, то сразу менялось настроение. Андрей Владимирович профессионал с большой буквы. Действительно для нас он был лидером, человеком, который всегда шел вперед, который нас вдохновлял, благодаря которому реализовано очень много проектов, как в производственном плане, так и в плане социальном. Андрей Владимирович ушел из жизни 27 апреля после тяжелой болезни. Под его началом предприятия «Металлоинвеста» расширили свои производственные возможности и усилили конкурентные преимущества. Он был локомотив, который пробивал свою энергию, любые препятствия. Он решал любые вопросы. Ну, мне выпала честь работать под руководством такого человека. Уважение прежде всего к рабочему специалисту, к тому, кто трудится в карьере и на фабриках всегда оставалось для Андрея Варичева первостепенным. Он откликался на любые просьбы. Если что-то обещал, всегда выполнял. Андрей Владимирович был лидером новой формации. Умный, порядочный, честный, вдохновляющий, мотивирующий. С самим присутствием в этой жизни он убеждал – человек может всё. Общественный деятель, искренний поклонник спорта, меценат. Андрей Владимирович был очень отзывчивым человеком. Не только к нам, православным людям, которые обращались к нему за помощью, но и ко всем людям, которые притекали. Те добрые дела, которые Андрей Владимирович сделал на этой земле, принося заботу о людях, а вообще о стране в целом. Я думаю, Господь-сторец ему за это воздаст. Андрей Владимирович был настоящим профессионалом, прошедшим путь от простого специалиста до руководителя международного уровня. И было незабываемое счастье работать с этим сильным, умным, бесконечно добрым человеком и учиться у него. 4 июня 1960 года был произведен первый массовый взрыв в карьере Михайловского ГОКа. Эта дата считается днём основания буровзрывного управления. Всего через неделю после этого события горняки комбината подняли первый ковш богатой руды. В те годы каждый шаг в освоении месторождения воспринимался людьми как личное достижение и вызывал всеобщую радость. В первую очередь я хочу поблагодарить наших предшественников, наших ветеранов, которые с помощью своего труда построили это замечательное предприятие. И его сердце карьер Михайловского ГОКа, на борту которого мы сейчас находимся. Что хочется отметить? Отметить хочу то, что работать людям приходилось в гораздо более сложных условиях, нежели мы работаем сейчас. Постепенно молодежь вливается, перенимает навыки у старшего поколения. Дело взрывников первопроходцев продолжают более 350 человек. Это ответственные, знающие специалисты. Их трудом и рационализаторскими идеями достигаются высокие производственные показатели. В помощь им передовые инженерные решения. Сегодня в парке подразделения 18 буровых установок. Всё это техника нового поколения. Она отличается высокой производительностью и обеспечивает комфортные и безопасные условия труда горняков Михайловского ГОКа. За последние годы мы весь буровой парк системой, автоматизированной системой управления буровыми работами, что позволило нам существенно повысить точность исполнения проектов, сократить, повысить производительность буровых станков. Уже 60 лет каждый взрыв – это начало целого цикла работ. Именно с буровиков и взрывников начинается технологический процесс добычи железной руды. Специалисты подразделения разрушают рудное тело на куски, открывая горнякам недра месторождения. Для коллег безусловный авторитет. Для молодёжи пример профессионализма и чуткий наставник. Для руководства передовик, мастер своего дела, гордость предприятия. Вот лишь несколько штрихов к портрету Владимира Явланова, одного из опытнейших буровиков Михайловского ГОКа. Работаю честно, качественно, стараюсь соблюдать технику безопасности. Не нарушаю ни в чём, нигде. Выполняю строго наряд. Профессию Владимир Явланов пришёл по совету знакомых почти 30 лет назад. Азы постигал под руководством опытного наставника, совета которого помнит и высоко ценит до сих пор. Машинист у меня, учитель был Толобай Юрий Петрович. Я с ним очень долго работал, до того времени, как не перешёл машинист и постоянно с ним работал. Так что он мне передал свой огромный опыт. Благодаря ему я стал машинистом. Спасибо ему, что научил меня своему ремеслу. Владимир Явланов признаётся, что всей душой любит дело, которым занимается. Трудится с полной отдачей и не боится брать на себя ответственность за решение сложных производственных задач. Станок для него не просто машина, а друг-кормилец. Уверен, как ты к технике, так и она с тобой. Потому относится к ней бережно. А ещё говорит, что в горнятском ремесле нельзя без взаимовыручки. С ним солидарны все работники смены. У нас много опытных машинистов. Они являются хорошими наставниками. Из них можно выделить такого, как Владимир Михайлович Явланов. Он очень трудолюбивый. Помогает всегда другим машинистам. Как наставник он очень замечательный. Ну и просто он человек с большой буквы. Несмотря на большой опыт, Владимиру Явланову по-прежнему интересно в профессии. Михайловский ГОК развивается, обновляется парк техники, увеличиваются объёмы производства. А значит, просторы для личностного роста необъятны. Для компании «Металлоинвест» природоохранная деятельность является приоритетной. На Михайловском ГОКе за состоянием окружающей среды, на территории предприятия и в Железногорске следит управление экологического контроля. Ежедневно отбираются сотни профвоздуха. Каждая проходит анализ в аккредитованной аналитической лаборатории комбината. Мы контролируем пыль, газообразную фазу, такую как диоксид серы, диоксид азота и диоксид углерода. Что касается источника выбросов, кроме пыли, мы также газообразную фазу контролируем и спектр химических компонентов. За текущий период превышение не было выявлено. Не менее ответственные экологи Михайловского ГОКа подходят к отбору проб воды. На контроле питьевая, качество которой проверяют дважды в неделю, из природных источников – источная. Вода питьевая у нас очень хорошая. Если сравнивать с другими городами, намного лучше, чем в других городах, даже по органолептике. Запах, привкус, мутность, цветность у нас отсутствуют. Рациональное периодопользование и соблюдение всех законодательных требований в области охраны окружающей среды – основополагающие принципы экологической политики металлоинвеста. На Михайловском ГОКе она объединяет несколько направлений – от пыли подавления в карьере и замены устаревших ртутных ламп на современные светодиодные до серьезных масштабных проектов. Большое значение уделяется одному из ключевых проектов по строительству оборотной системы водоснабжения дробильно-сортировочной фабрики, по итогам ввода в эксплуатацию которой мы ожидаем сокращение объема сброса по Михайловскому ГОКу с точных вод до 70%. Ответственное отношение к вопросам охраны окружающей среды – неотъемлемая часть бизнес-стратегии металлоинвеста. Экологическая программа компании, разработанная на пять ближайших лет, предусматривает инвестировать в комплекс технологических и природоохранных мероприятий более 21 миллиарда рублей. При этом 70% ее бюджета составит проект, направленный на улучшение качества атмосферного воздуха. В Курскую область для съемок очередного эпизода своего шоу «Поедем, поедим» приехал популярный телеведущий Джон Орен. Цель путешественника – нанести на кулинарную карту области самые лакомые точки. Но в своих поездках англичанин интересуется не только гастрономическими пристрастиями жителей. Традиции, культура, быт, необычные ли редкие профессии – все это попадает в объектив Джона и его команды. В нашей области он впервые. И, конечно, путешественника кулинара словно магнитом притянул карьер Михайловского ГОКа. Неудивительно, ведь многие путеводители и блогеры называют его одной из главных достопримечательностей Курского края. Панорама, которая открывается отсюда, наверняка гостям придется по вкусу. Джон Орен и его команда – бывалые путешественники. Впечатления в багаж увиденного отбирают рачительно. Величественная панорама карьера глубиной почти в 400 метров не оставила гостей равнодушными. Индустриальный пейзаж таких масштабов. Здесь и романтика, и искренний мальчишеский восторг одновременно. Это сложно представить, пока ты не стоишь здесь и понимаешь, что это целый состав вагонов, которые загружаются. Они вот такие, а на самом деле это все очень-очень большое. Я ездил на Белазе, поэтому я знаю, в Хакасе это было, по-моему, поэтому я знаю, что вот эти маленькие-маленькие такие грузовики, там они вот такие очень… Это такая мальчишкая тема, да, мне кажется. А я мальчишка, поэтому мне это очень нравится. Видеооператоры, звукорежиссеры, ассистенты с привычной сноровкой принимаются за дело. Смотровая площадка стремительно превращается в съемочную. Извилистые серпантины дорог, где словно муравьи снуют неутомимые белазы. Величественные, даже на таком расстоянии шагающие экскаваторы. Наполненные рудой вертушки, идущие по переплетающимся железнодорожным путям. Для телевизионщиков пир, да и только. Главное, успевай менять ракурсы, чтобы зритель тоже прочувствовал, насколько вкусная здесь картинка. А необычное поведение стрелки компаса – вишенка среди отснятых гигабайтов видеоряда. Программа «Поедем, поедим» о кулинарных традициях и туристических достопримечательностях Курского края выйдет в эфир 27 июня. А съемки жемчужины Курской магнитной аномалии, карьера Михайловского ГОКа, наверняка станут ее изюминкой. Я хочу рассказать о своем папе Владимире Федоровиче Хмелевскому. Он родился в Монтуровском районе Курской области. Собирался стать трактористом. Война поменяла его планы, как и у многих миллионов граждан СССР. В 1941 году ему исполнилось 16 лет, и он взял на себя заботу о семье. Работал в колхозе наравне со взрослыми. В 1943 году был призван на военную службу в 136-ю стрелковую дивизию, 269-й стрелковый полк. В марте этого же года, после подготовки, был отправлен на 1-й украинский фронт. В танковом экипаже он был заряжающим. При форсировании Днепра его танк оказался подбит и загорелся. Папа получил контузию и горел в машине. Его спасли боевые товарищи. В госпитале хотели комиссовать из-за контузии, но он настоял, чтобы его вернули на фронт. Был назначен командиром нового Т-34. В июне 1944 года, в бою за высоту 235-3, папа первым поднялся на высоту, уничтожил два пулеметных расчета противника и нанес большой урон живой силе противника, за что награжден медалью за отвагу. А вскоре в сражении за одно из белорусских сел снова проявил смекалку и храбрость. И был награжден второй медалью за отвагу. В феврале 1945 года на своей машине одним из первых ворвался во вражескую крепость Тур. Прямой наводкой уничтожил несколько пулеметных расчетов. В марте 1945 года в боях на территории Германии получил очередное тяжелое ранение. За мужество и героизм награжден орденом Красной Звезды. За период военных действий прошел боевой путь от Воронежа, освобождая Украину, Белоруссию, через всю Европу до Берлина. Награжден медалью за победу над Германией, орденом Отечественной войны второй степени. После войны вернулся в родное село и стал животноводом. Папа часто вспоминал о войне. Рассказывал детям истории из армейской жизни, когда приглашали его в школу. Его любили, уважали боевые товарищи, земляки. Часто приезжали однополчане в гости. Прожил папа долгую и, как он сам всегда утверждал, счастливую жизнь. Он скончался зимой 2000 года в возрасте 75 лет. Но память о нем бережно хранится детьми, внуками и правнуками. Каждый год 9 мая все мы выходим на центральную улицу города и высоко поднимаем на бесчисленным потоком бессмертного полка портрет своего папы-деда, воина-защитника Родины, настоящего героя. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова